Это Широкий Экран Австралийского производства Человек-немедимка Заглянем также на остров фантазий А затем познакомимся с тремя мелодрамами Очень женские истории, милый друг и невидимая жизнь Эвридики Завершить сегодняшнюю программу великолепный анимационный фильм Вперед от создателей четвертой части Истории игрушек Что ж, обо всем по порядку Располагайтесь поудобнее по курсу новости киномира Популярный сериал Друзья возвращается Но не спешите радоваться и пересматривать все серии В мае этого года действительно выйдет новый эпизод Но он будет единственным и специально выпущенным На экранах появится оригинальный актерский состав Каждому из которых заплатят не менее трех миллионов долларов Вот это, я понимаю, шикарная работа Придти, отсняться, забрать деньги и жить дальше не тужить Компания Warner Media объявила, что шесть известных всем друзей Дэвид, Дженнифер, Кортни, Мэтт, Лиза и Мэтью Соберутся, чтобы просто обсудить какую-то интересную тему То есть это будет серия без сценария В формате не полноценного игрового кино А разговорного шоу Таким образом, слухи о воссоединении проекта Все-таки подтверждаются Правда, не совсем в том виде Которым хотелось бы поклонникам То есть надежды на то, что съемки сериала Будут запущены вновь, еще живут Но все идет к тому, что никто особо не горит Желанием возвращать друзей в наши телевизоры А вот эту нетленку мы уж точно не увидим в современной адаптации Продюсер наикрутейшей научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» Боб Гейл И режиссер Роберт Земекис Отказались от съемок ремейка картины Гейл подчеркнул, что не хочет испортить классику Даже несмотря на то, что голливудская студия Universal Периодически обращается к нему с предложением ремейка или продолжения По мнению продюсера, возобновление работы над проектом Похоже на сдачу собственных детей в проституцию Конечно, резкое сравнение, зато четкое и гарантирующее Что ничего переснимать не будут Новый фильм «Назад в будущее» не получится снять еще и потому Что по контрактам, заключенным с Гейлом и Земекисом Это невозможно без их согласия Вот вам яркий пример того, что не все в современном кинематографе Измеряется деньгами Раз уж все новости сегодня так или иначе связаны с прошлым Продолжим тему Психологический триллер 2009 года «Детя тьмы» Совсем скоро получит продолжение Точнее, это будет приквел Который расскажет о судьбе главной героини Еще до событий в оригинальной картине Назовут проект «Эстер» И съемки обещают начать уже в августе этого года Ну, если вы помните ужастик То по сюжету картины Супружеская пара решила удочерить 9-летнюю девочку Но ребенок сразу же начинает преподносить сюрпризы Один из которых едва не заканчивается смертью В новой части зрителям обещают показать, что же было с девочкой немного раньше Лента расскажет о том, как она сбежала из психиатрической российской лечебницы Перебралась в Америку И начала выдавать себя за Эстер Пропавшую дочь богатой американской семьи За постановку приквела возьмется режиссер хорроров «Кукла» Уильям Брэнд Белл Смешарики и фиксики теперь под одной крышей Сейчас объясню Группа Рики, которая и подарила миру веселых круглых персонажей Теперь владеет контрольным пакетом анимационной студии «Аэроплан» Значит ли это, что фиксики будут выходить реже или станут хуже Сказать пока нельзя Но то, что проект закрывать никто не собирается, это факт Тем более, как признались в Рике Заключение этой сделки предоставляет команде огромный простор для развития Позволит быстрее развивать бренд мультика про маленьких человечков И предлагать партнерам и клиентам сделки с крупными компаниями В общем, если сказать проще, зритель никаких изменений ощутить на себе не должен Смешариков и фиксиков как смотрели, так и будем смотреть дальше Первая новинка в нашем обзоре Новый фильм, претендующий на высокие оценки и хорошие кассовые сборы «Отель Белград» На его афише красуется надпись от создателей Холопа Но, как бы намекая, что раз уж этот проект стал самым успешным в истории отечественного кино Но то и на премьеру недели пойти в кинотеатры все-таки настоятельно рекомендуется А я обратил внимание на другое Кажется, назревает серьезная битва И в скором времени Александра Петрова может чуть-чуть подвинуть Милош Бикович Этот сербский актер стал все чаще и чаще появляться в фильмах и сериалах Такое ощущение, что у наших медиамагнатов есть какой-то план или заговор Сначала пиарили Нагиева, где только можно Потом Козловский вышел на передовую Затем Петров и вот теперь настал момент для Биковича Актер хоть и говорит с акцентом, но игра его устраивает многих режиссеров Насколько успешной окажется новая комедия «Отель Белград» смотрите с 5 марта Веселый парень Паша – хозяин пятизвездочного отеля в Белграде Его жизни ничто не угрожает Пока он случайно не переходит дорогу одному богатому мафиозному коллекционеру Если хотите, заберите мой отель, только не убивайте Хорошо, отпустите его Для того, чтобы Паша искупил свою вину Авторитет принуждает его жениться на своей дочери Хороший рассказатель Думаю позитивнее Может, ты свое счастье нашел? Видишь ли? У меня есть мечта Чтобы моя дочь была счастлива в браке, родила мне внучат И пока радостная невестка готовится к свадьбе Ее потенциальный муж неожиданно встречает свою русскую любовь Дашу Даша Привет Ты объехала полу Европы, заехала в Белград и не позвонила Почему? Как же тут круто, очень красиво Я слышал, что ты вышла замуж А сводка, пожалуйста Ну и как? Семейная жизнь? А ты уже женился? Нет Сестра моя Поцеловала на тебя не как сестра В Сербии так принято Эй, начал О И уже ничего не помешает их чувствам разгореться заново Почти ничего Всех колотить Все подробности смотрите в кино Она все ноги отдавила Есть старая сербская поговорка В ногах правды нет Это русская поговорка Международная Посмотрев следующую премьеру, можно успокаивать себя тем, что в 40 лет еще не поздно начинать что-то новое Так поступила Наталья Молчанова Она открыла для себя фридайвинг лишь в 40, но тем не менее сумела поставить 40 мировых рекордов В частности, это первая в мире женщина, которая смогла задержать дыхание на 9 минут И погрузиться без акваланга на глубину 100 метров И пусть новинки недели, один вдох, имя главной героини изменено Зато теперь вы знаете, что основой для сюжета картины стала биография королевы фридайвинга Молчановой Кстати, уникальный драма можно назвать еще и потому, что это первый российский художественный фильм, снятый в море на 100 метровой глубине Для работы над проектом была даже приглашена ведущая мировая команда спецсъемок на открытой воде Будет красиво, зрелищно, интригующе и познавательно Один вдох в кино с 5 марта Там на глубине моря был затонувший корабль Марина Гордеева много пережила Да нырнула до корабля, прочитала название? Ну да 32 метра с первой попытки? Советская школа плавная Неудачный брак, отсутствие перспектив на нелюбимой работе Я задержу дыхание на 4 минуты Засекайте Прямо что не лечится? Казалось бы, в 40 лет большая часть жизни уже позади Но только не для нее Неожиданно она открывает для себя фридайлинг Экстремальный и опасный для жизни вид спорта Я упёрлась в стены? Нет никакой стены Вы думаете, это мой предел? И предел, что же сейчас От страха нельзя сбежать Но через него можно пройти Теперь героине нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир Я больше нырять нельзя Забудь об этом Главное – перебороть свои страхи Там на конце троса У них карточки с результатов Там написано, что ты смог пройти через свой страх и свою боль Там написано, чего ты стоишь на самом деле Ни одна женщина в мире Не ныряла на 100 метров Ни одна Человек-невидимка Хоррор с таким названием мы с вами сможем найти в кинотеатрах с 5 марта Изначально он был задуман как проект, который объединил бы в себе канонических злодеев Дракулу, Франкенштейна, Мумию, Человека-Волка, Мистера Хайда В общем, всю злость мультивселенной Universal Даже уже подобрали исполнителя главной роли Им должен был стать Джонни Депп Но Мумия с Томом Крузом в 2017 году с треском провалилась И планам было не суждено сбыться В итоге за экранизацию взялась другая киностудия и переосмыслила роман Герберта Уэллса Чтобы лента получилась по-настоящему пугающей К написанию сценария и постановки пригласили Ли Уоннелла На минуточку соавтора Пилы Те, кто смотрел этот триллер, а я думаю, таких много, представляют, что ждет нас в премьере проката Человек-невидимка с 5 марта в кино Как официальный представитель Эдриана Я должен прочитать вам его завещание Цитирую Сисилия, я понимаю, что наши отношения были далеки от идеала Но ты могла бы просто поговорить со мной вместо того, чтобы сбегать Как ты? Что с ним случилось? Он вскрыл себе вины Согласно его завещанию, вы получите 5 миллионов долларов Но есть одно условие Если вас признают психически нездоровой, завещание теряет свою силу Сисилия узнает, что ее бывший бойфренд, ученый-миллионер, покончил с собой Слушай, ты наконец-то свободна от него Перестань себя мучить Все имущество, включая роскошный особняк и 5 миллионов долларов, он завещал ей Мне страшно Эдриан мертв, почему ты продолжаешь его бояться? Он был социопатом Контролировал каждый мышек, каждое действие Говорил, что где бы я ни спряталась, он все равно найдет меня Будет стоять рядом А я его даже не увижу Что случилось? В кресле кто-то сидит Но есть одно условие Девушка сможет получить наследство только в том случае Если ее признают психически здоровой Я была в его доме сегодня Он точно жив Его прах в урне С вами не согласился бы Не знаю как Но Эдриан стал невидимкой И получив такую сверхспособность Он не смог придумать ничего умнее Чем издеваться над вами Даже после своей смерти Героиня пытается начать новую жизнь Но вскоре понимает, что это оказывается не так просто Пожалуйста, выслушайте меня! Вы утверждаете, что человек, пытающийся вас убить Сейчас находится в этой комнате Но мы его не видим Он вас слышит Где ты? Где ты? Покажись! Ну давай! Боже! Попался! В конце 90-х на экранах американцев появился мини-сериал Остров фантазий Получивший в то время высокие рейтинги В основном за счет своего необычного сюжета С 5 марта зрителей в кинотеатрах ждет Перезагрузка сериала для широких экранов И он превратится в полнометражный проект С таким же именем Остров фантазий Так как лента задумывалась в жанре триллера Планировалось, что возрастная категория ее будет 18+. В таком случае команда могла не особо ограничивать себя В недетских моментах по ходу действия картины Но итоги предпоказов очень удивили творческую группу Которой пришлось сменить ограничения Конечный результат получился не таким страшным, как хотелось И теперь зрители, достигшие 16 лет Смогут посмотреть, какие желания сможет исполнить мистер Рорк Там есть лифт В лифте надо нажать кнопку этажа без надписи За этими дверьми Жизнь, о которой ты мечтала Рорк – хозяин престижного отеля на Глухом острове Его постояльцы – богатейшие люди Чиновники, актеры Здесь абсолютно все возможно Нет связи? Значит, все-таки не все Добрый вечер, меня зовут мистер Рорк Позвольте официально приветствовать вас на острове фантазий Это место привлекает их тем, что здесь они могут не только насладиться красивыми пейзажами Но и исполнить свои самые заветные фантазии А что если в твоей фантазии есть другой человек? Голограммы, как тупак А если это кто-то, кто уже умер? Тупак! А у тебя какая фантазия? Месть тому, кто в детстве меня травил Твоя жизнь скоро изменится Надеюсь, ты готова Только гости не в курсе, что остров хранит в себе страшную тайну И как только она раскроется, им придется очень постараться выжить Это очень хорошая голограмма На каждого гостя только одна фантазия И вы должны досмотреть свою фантазию до конца Ее что, воскресили? Во что бы то ни стало О боже! Это точно она! Рорк! Я не этого хотела! Что за чертово место? Здесь умирают Нас привезли сюда не ради наших фантазий А чтобы мы стали частью чужой игры Я твой друг Всегда мечтала это от тебя услышать 5 марта 1953 года все граждане Советского Союза узнали весть о том, что не стало генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина К личности этого великого политического деятеля все относятся по-разному до сих пор Одни его считают мудрым и гениальным правителем Другие называют тираном и бесчеловечным в своих решениях Так или иначе, теперь об этом человеке остались лишь воспоминания старшего поколения и уникальные видеозаписи Некоторые из них легли в основу документального проекта режиссера Сергея Лозницы Прощание со Сталиным Кадры, снятые в преддверии и во время похорон вождя, были тщательно отобраны А черно-белая и цветная пленка отреставрированы так качественно Что вы даже не поймете, что возраст этих записей приближается к 70 годам Прощание со Сталином в прокате с 5 марта Драматическая работа по курсу Над ее созданием трудились сразу пять режиссеров И все женщины Правда, за исключением одного В Малиннике затерялся Антон Бильжо Очень женские истории Так называется картина, собранная из пяти разных новелл Сестры, уроки рисования для взрослых Выставка, скакдолар.джи и стиралка В целом, каждую из пяти историй можно считать как отдельную короткометражку Каждая имеет свою проблематику Но есть и то, что их объединяет По задумке автора идей Юлии Мишкинени В центре сюжета всегда два женских персонажа Которые желают жить здесь и сейчас Для тех, кто не особо жалует подобные ленты Назову актерский состав В фильме снимались Анна Михалкова, Виктория Исакова Виктория Толстоганова, Лукирье Ильишенко, Любовь Толкалина и другие Согласитесь, приятная компания для очень женских историй соберется с пятого марта Сидишь два часа, рассказываешь мне, какой у тебя муж зануда Мой муж зануда со мной И вновь остро встает вопрос Чего хотят женщины? Десять героинь оказываются в нестандартных ситуациях Вед, я просто хочу любви и нормальной жизни Одной нужно спасти сестру Другой взять в аренду мужа Третья мечтает познакомиться с любовницей своей второй половины Четвертая старается вытащить подругу из неприятностей А пятая хочет найти себя в искусстве Но чтобы решить свои проблемы Девушкам нужно будет изменить свое отношение к жизни Три раза в неделю хочет Нормально? Эх, сказка Порой ее так не хватает в нашей жизни С 5 марта режиссер Лео Карман предлагает на полтора часа Погрузиться в необыкновенную историю любви Милый друг Новая фантастическая мелодрама для тех Кто устал от экшенов и стрельбы на экране И желает просто отдохнуть Это дебют постановщика в полном метре К написанию сценария Карман также приложил руку Кто-то из вас может подумать Ссылаясь на название Что это очередная экранизация романа Милый друг Писателя Ги Демо Пассана Но нет, никаких отсылок к этому произведению в ленте не наблюдается Получилась самостоятельная картина Нечто среднее между романтической историей И фантастикой в стиле шестого чувства В ролях Бенджамен Вуазен, Мартин Карман, Камиль Кларис и другие Я никогда никому не показывал то, что сейчас покажу вам Пообещайте, что после этого я все равно буду вашим другом Обещаю Природа наградила Саймона уникальным даром Он может перевоплощаться в любого человека, которому хотя бы раз прикоснулся Ты никогда не думал, что он мог просто убежать? Но судьба отняла у него родных людей Он – сирота Однажды, желая обрести близких, он идет на отчаянный шаг, применив свой дар Вас зовут Симон? Я никому не скажу Хочу быть с ним каждый век Все делать вместе И я думаю о нашем будущем Эта ложь во благо может очень дорого обойтись Саймону Милый друг, смотрите в кино с 5 марта На очереди картина – обладатель главного приза особого взгляда Каннского кинофестиваля «Невидимая жизнь Эври Дики» – немецко-бразильская драма режиссера Карима Айнеза Он не новичок в мире кино Его почти 20-летнему опыту постановщика могут позавидовать многие маститые творцы Но премьера проката, пожалуй, первое попадание в цель Иначе объяснить награду, полученную в Каннах, просто невозможно Критики по всему миру, подарившие драме в среднем 8 из 10 баллов Описывают ее как классическую мыльную оперу Которая придется по душе сентиментальным зрителям В особенности зрительницам Что ж, довольно интригующая рецензия Посмотрим с 5 марта за «Невидимой жизнью Эври Дики» Но только если вам уже исполнилось 18 лет Йоргас любит меня, я чувствую Помоги мне, а я уговорю отца отпустить тебя на прослушивание в Венскую консерваторию Рио-де-Жанейро, 50-е годы прошлого века Я пишу с корабля Либерти на пути в Грецию А ну отдай! Эври Дика и ее старшая сестра Гида мечтают жить в Европе Эври Дика хочет стать пианисткой и уехать в Вену А Гида жаждет свободы Я вернулась! Папа, я совершила ошибку Что это? Где Эври Дика? Я хочу поговорить с сестрой Она в Европе, в Австрии Учится там, где всегда мечтала Тогда она сбегает из дома со своим возлюбленным в надежде обрести рай в Греции Забудь о своей сестре Заботься о сыне, ему ты нужнее Ты целыми днями думаешь о покойнице А что не так? Суждено ли сбыться планом сестер? Узнаем в драме «Невидимая жизнь Эври Дики» с 5 марта Ты не представляешь, как мне тебя не хватает Вот если бы вернуть прошлое И к вультфильму, на который возлагают большие надежды С 5 марта в прокате Также в 3D смотрите анимационный фильм «Вперед» Это работа американского режиссера Дэна Скендона Который возвращается после 7-летнего перерыва на широкий экран В 2013 году состоялся его дебют с проектом «Университет монстров» Теперь много фантастики и эльфов Но вдохновила постановщика на создание мультика Очень печальная личная история Скендон рано потерял отца, еще в раннем детстве Тогда старший брат взял на себя миссию по воспитанию юного Дэна Когда тот вырос, то задался вопросом Каким человеком был бы его папа? Это и послужило отправной точкой в написании сценария к ленте «Вперед» Кстати, несмотря на то, что «Оскар 2020» только состоялся Аналитики делают прогнозы Кто может получить награду в 2021 году? И это анимационная работа в числе фаворитов «Вперед в кино» Привет! Доброе утро! Эй! А ну, заработал! Мам, привет! Хватит! Жуня! А ну, как и... Извини, я ее не выгуливала еще Ой, плохая драпоша Марш в логово! Мы попадаем в вымышленный мир Где вместо людей живут волшебные существа Русалки, кентавры, эльфы, гномы, единороги и гоблины Скорей, мой брат, на поиски судьбы! Иду! Сейчас! Обожди момент! Ха-ха! Гляжу, еды для странствий захватил ты! Мусор это до отъезда обязательно нужно вынести А кто крышкой бак не накрыл? А, единороги! Когда-то здесь повсюду царила магия Теперь, когда те времена прошли, все изменилось Все летают на самолетах и пользуются автомобилями Единороги обитают рядом с помойками Гномы работают садовниками А русалки загорают на пляжах и общаются в социальных сетях Он велел отдать только когда обоим будет больше 16 Голдовской посох! Папа был магом! Что? Главным героем, братьям-эльфам, выросшим без отца Хочется изменить ситуацию к лучшему Папа вернется сюда? Такое возможно? С этой штукой? Да! Я увижусь с папой? И когда они случайно узнают, что это реально Братья решают отправиться в путешествие на поиски волшебства Лотки! Дай сосредоточиться! Уже! Барли, ты не мешай! Барли? Ой-ой-ой Не хочется верить, что волшебство еще живет В каждом из нас нам нужно заклинание, которое создает волшебный мост Если ты веришь, что мост есть, то он есть Все получится Блистательный датский режиссер, сценарист и актер Ларс фон Тринер однажды очень метко высказался о кинематографе Фильм должен беспокоить зрителя, как камешек в ботинке Очень бы хотелось, чтобы в наше время таких картин выходило в прокат как можно больше Именно не пустышек на один раз, а те, которые приятно пересматривать На сегодня это все новинки проката, которые вы можете увидеть в кинотеатрах с 5 марта Через неделю встретимся в это же время, чтобы познакомиться с очередной порцией свежего кино Нас ждут Вин Дизель в боевике Bloodshot Итальянская фэнтези Pinocchio А также ужасы от Уильяма Брэнта Белла Кукла 2 Брамс Меня зовут Илья Беневаленский Смотрите хорошее кино вместе с нами И до встречи на широком экране Всего доброго Пока Субтитры сделал DimaTorzok